Всем привет! Всех рад приветствовать на своем канале! Сегодня у нас была глобальная большая закупка в трех магазинах. И мы сегодня хотим вам показать, что же мы купили. Мы, это я и мой супруг Сергей. Привет! Итак, начнем мы с магазина ОК. Почему ездили в три магазина? Во-первых, потому что в каждом было что-то интересное для нас. У нас была такая возможность. То есть это не было какой-то суперцелью найти, закупиться в каждом магазине. Нет, у нас были свои интересы. Начнем с магазина ОК, потому что не очень многое там мы купили. И так нам удобнее. Покупка, которую мы совершаем каждый раз раз в месяц, это Зева. Восемь рулонов. И каждый раз в каком-то отдельном гипермаркете на нее есть акция. В этот раз она была в ОК. Туалетная бумага 129 рублей. Это хорошая цена для этой бумаги. Она трехслойная. Дальше. Листерин, свежая мята. Кстати, очень интересно в ОК была акция только на свежую мяту. Фиолетовый уже был не в акции. Кстати, свежая мята мне нравится больше, чем фиолетовый. Вообще, листерин, я считаю, на уровень выше президент и всяких других ополаскивателей. Больше всего люблю именно листерин. 90 рублей. Также купили, всегда покупаю салфетки влажные в таких магазинах. Я всегда покупаю их фирм. Потому что, во-первых, они недорогие. Во-вторых, они ничем другим не отличаются. В этих упаковках по 72 штуки. Детские. 37 рублей. Вообще, отличная цена, на мой взгляд. И я купила обычные влажные салфетки очищающие. Здесь 80 штук. Универсальные для всей семьи. Мы используем их и для того, чтобы протереть поверхности, и у выхода, чтобы протереть обувь и все остальное. Ну, в общем, для всех нужд. Я люблю эти салфетки. Они остаются влажными до последней. Они тоже 37 рублей? Да, наверное, я не знаю. Так, дальше. Из фруктов. Вообще, на самом деле, в Акее было очень много людей. Как-то там было очень неудобно. По расстановке с этими фруктами там не проезжала тележка. Ну, в общем, мы купили вот только мандарины. И то такие, я бы не сказала, что очень удачные. Мне показалось, что это хорошая цена, но в метр мы купили выгоднее. Какая у них была цена? Может быть, здесь у мандарин? Мандарины 58,90. Вот, 58,90. Это не та цена. Я не знаю, сколько у меня тут. 850 грамм. Ну, то есть, 40 с чем-то рублей. Ну, не буду хвалить эти мандарины. Мы, правда, их не пробовали, но даже цену не буду хвалить. Зато буду хвалить цену на мясо. Мясо было по самой лучшей цене. И мясо было самое красивое из всех трех магазинов. Поэтому мы не пожалели ни разу, что мы столько купили. Мы купили окорок без кости. Мы его... Оно было по 199 рублей. Мы его что-то порежем просто для рагу, не рагу, как это называется, гуляш, типа. Что-то переделаем в фарш, из чего-то сделаем котлеты и так далее. Ну, в общем, то есть, просто переработаем это мясо. Не хочу вынимать из пакетов. Этой покупкой очень довольны. Мы взяли, получается, почти 3 килограмма. Это прямо была удача. Это была удача. Также из мясного, около мясного я купила... Это у нас грудка с кожей охлаждённая. Всегда покупаю грудку такую филе. Я спокойно её сама переделаю. И я не вижу ценника. 159. 159 рублей килограмм. Здесь чуть... Килососот, да. Да, хорошая была цена. Тоже я взяла. В ленте грудка была такая за 199. И ещё я взяла тоже по классной цене. Голень индейки. Опять же, не знаю ещё, что буду делать. На такой голени можно и супчик сварить. Всё, что угодно можно сделать. Классная она и хорошенькая такая, и по цене. 139. 139. Это вообще классная цена. Тоже. Так. Это показали. Дальше. Мука. У нас закончилась мука. Мы как-то давным-давно покупали её в Ашане. Два пакета, и вот всё. Наконец мы их закончили. 2 килограмма, окей. Высший сорт. Я вот в чём-в чём в муке вообще не разбираюсь. Я не понимаю, как правильно её выбирать. Поэтому... Но мы особенно кулинарией, конечно, и не очень занимаемся. 55. Ага. Кстати, это нормальная, наверное, цена. Да. Так, дальше. Дальше, дальше, дальше. Муж... Тут я могу даже говорить. Купил себе Pepsi. Да, этот реально мужу. 2 литра ровно. 70. 70 рублей. Так. Дальше. Из того, что я не видела раньше, что я не пробовала, но была очень удивлена цене. Очень люблю фунчозу. Всегда покупаем её около 100 рублей. Окей, выпустил свою фунчозу. Здесь 200 грамм. Надеюсь, что она точно такая же, как и обычная, в общем-то, фунчоза. Я в последний раз купила, кстати, вот такую. Она была выгоднее. Два маленьких по 100 грамм. А тут классная цена сколько? 54. 54 рубля. Отлично. Просто отличная цена. Дальше. То, в принципе, ради чего мы ездили. Ну, как, если грубо так сказать. В Окей была очень хорошая цена на Эпику. И я вообще обожаю этот йогурт. Это мой любимый йогурт. Поэтому мы закупились. 49 рублей, по-моему, он стоил. Видите? Ну, да. Мы купили много. Ну, как много. Достаточно много разных. Ага, ещё где? Вот. Такая же цена на него и в метро. Дальше. Также из йогуртов детям купила. Ну, как детям. Максиму больше. Вот такие Донисима. Он очень любит. Его очень забавляют вот эти шарики. Я ему купила тоже 5 штучек. Потому что у нас в этих пятерочках, во всем остальном, не всегда выгодная цена на них. А Донисима 30. Ага. Так что мы йогуртами вообще конкретно. Такая батарея. Смотри. Башенки прямо. Так. Дальше. Хорошая цена была, кстати, на Форельс. Балтийский берег. Ну, как хорошая. Средняя цена здесь. Сколько здесь грамм? Не вижу. Потому что я потом смотрю эти видео и понимаю, что граммовка была написана крупно. Очень её видят все, кроме меня. Ну, здесь как-то даже. 200 грамм. 208 рублей. Вот. Это очень хорошая по цене история. Дальше. Дальше. Первый раз взяли вот такие сырки. Тоже киевская продукция. Ни разу не пробовали. Решили попробовать. Поэтому взяли только два. Они были разные, кстати. И по шоколадам таким, таким, с начинками мы решили взять творожный. 20. По 20 рублей. Так. А вот ещё я, кстати, из фруктов больше ничего не взяла. А из овощей взяла помидоры. Они были по неплохой цене. Они такие некрупные. 43 рубля. 43 рубля. На 29 рублей они получились. Неплохие помидоры. И цена тоже неплохая. Очень хорошая цена была на этот сыр. Я вообще на него очень хорошие рекомендации слышала. Что его очень хвалят. Что у него очень натуральный состав. И что он полезнее. И по составу лучше, чем ламбер. Не знаю, насколько это правда. Рассказываю вам то, что сама видела. 400 грамм. 16 процентов. 199. И был ещё этот лёгкий, а был нелёгкий. Я решила взять лёгкий. Естественно. Так. Решила обновить щёточки нам. Взяла колгейт. Если честно, не выбирала дорогие. Быстренько увидела. Думаю, надо взять. Всё. Это судьба. 43. Да, по 43 рубля. Дальше. Фрукта няня. Биотворог. Хорошо, что не взяла много. Потому что в Ленте закупились. В Ленте или где, я уже не помню. Ну, вы сейчас увидите. Я взяла буквально два творога. Думаю, пускай будет. Очень любит у нас Катя. 25. Да. Ну, так себе. Очень хорошая цена была, я так понимаю, Мастер Фреш. У них то ли они только появились, то ли они какую-то акцию. В общем, вот эти губочки были дешевле, чем даже океевские. 29,90. Да. Хорошая цена. Так, и что еще? Ну, я еще купила. Я сейчас прям вот быстренько покажу. Вообще, в принципе, все. Все, все. Да. Я купила еще средства личной гигиены. Даже не буду их показывать. Как бы зачем, ни к чему. А так, в принципе, все в окей. Стеклоочиститель еще. Мы еще купили. Ну, в общем, в целом. Он уже в машине. Да, он уже залит даже. Сколько у нас получилось по сумме? По сумме у нас получилось 2,810. Скидка составила 1429. Вот такая закупка в окей. Не прощаюсь. Сейчас будем ленту смотреть. Ну что, продолжаем. Во-первых, я уже выставила хлебцы. Как обычно, мы купили 10 упаковок. Эти хлебцы полностью нам заменяют хлеб. И, в принципе, в течение прошлого месяца нам хватило 10 упаковок. У нас даже, по-моему, одна осталась. И хлеб вообще не покупаю. Но стараюсь, по крайней мере. Даже когда он очень вкусно пахнет. И очень меня манит. И очень хочется его купить. Но я все равно знаю, что дома есть хлебцы. Так, во-вторых, хочу сразу показать. 26. А, по 26 рублей. В ленте выдали нам вот такой бесплатный журнальчик. Я первый раз, кстати, его взяла. И не знаю даже, что здесь есть. Видела у других девочек, что им тоже выдавали. Поэтому, вот, до нас тоже эти журналы дошли. Хотя, может, они были. Может быть, нам просто их не выдавали. Дальше. Так, в ленте была очень хорошая цена на Нивеевский дезодорант. Энергия свежести. Я не удивлюсь, что я просто помнила, что какой-то из последних дезодорантов я очень ругала. И это, если это был Нивеевский, я уже забыла, представляете. Но, думаю, ладно, пускай будет. Сейчас все-таки не лето, а зима. И, может быть, он... Может, я изменю о нем мнение. Дальше. Вот что-то Сережа не нашел, да, еще? 88. 88 рублей. Ну, это как бы неплохая такая цена. Дальше Сережа взял себе на работу сливки. Он не пьет вообще кофе чистым, только со сливками. 37. Такая обычная цена, тоже не сказать, что супер дешево. Ну, тот человек, который сказал, что не будет покупать хлеб, увидел вот эти краюшки, и очень... Я очень захотела, я обожаю вот эти краюшки. Краюшки, они очень вкусные. С маслом вкусным просто, просто супер. Очень-очень клевые. Как-то они продавались у нас в Дикси. Дальше. Не нашел? Нет, все правильно. А ты не сказал? У меня сливки было 3 штуки. А, 3 штуки ты купил, да? Да. В смысле, пробитые, или ты взял 3 штуки? Взяли 3 штуки. А, не знаю, где третьи. Может, я еще не увидела просто их. А почем краюшки? Ищу. Ну, ладно, он пока ищет. Я покажу вам еще бегинские. На них была вообще классная цена, по-моему, 29,90. И они были просто распиханы по всему магазину. Это группа А, высший сорт. Это неплохие макароны. Шебекинские 29,60. Хлеб 30 рублей. Дальше. Слушайте, я не знаю, что происходит с гречкой, что с ее ценой. Потому что, ну, просто я не понимаю вообще, за что дерут деньги. Мы подошли там и по 130, и по 120. Короче, 800 грамм. Вот 365 дней. Сколько она? 58. 58. Но это лучшая цена, которую мы видели сегодня. Дальше, если говорить о том, что пить чай с маслом, появилось новое масло в ленте. И мы его купили только из-за того, что оно стоило. Очень выгодно. 82,5. 99. 99 рублей. Не знаю, хорошее или нет. Будем тестировать. Взяли сразу два. Масло очень хорошо у нас уходит. Дети у нас едят каши с маслом. Дальше. Хорошая была цена на сплат. Я взяла отбеливание плюс. И была хорошая цена на все сплаты. Это бывает очень-очень редко. 89. Хорошая цена. Кстати, она сейчас, по-моему, на скидках. Это зубная паста и в пятерке. Дальше это увидел мой муж, обратил внимание. И я думаю, надо взять антижир. Средство чистящее для кухни. Ни разу не брала. Пригодится в хозяйстве. Да-да, что-то прям дешево. Тоже помню. Так. Сейчас муж найдет. А пока давайте. У нас там дети сами играют. Поэтому то, что Катя иногда... 29 рублей. Да, 29 рублей антижир. Слушайте, уже взяли горошек и кукурузу. Не знаю, достоит ли она до Нового года. Потому что я уже брала раза три. Но, в общем, по хорошей цене. А кукурузу у нас очень любит сын. 49,90. Да. И то, и то. И, кстати, Серега сказал, что раньше Глобус считался очень классной фирмой. Я, мне кажется, вообще первый раз купила. Щебекинский мы взяли еще вот такие. Рожок полубублик группа А. Здесь, слушайте, сколько грамм, интересно. Тоже 29,60. Да, да, да. 29,60. Мне кажется, 450 грамм здесь. Так, сахар. Опять же, это тот продукт, на который я в шоке от цены. Сахар подорожал. Мне кажется, это заметили все. И в ленте была такая интересная история, что если вы берете до трех упаковок, то одна цена, например, 41,30. 41,30. А если вы берете от трех, то 48. Ну, в общем, интересно. Они, в общем, придумали. Это оружие? Да, да, да. Чтобы не закупались. Чтобы не закупались оптом. Дальше, что касается творога. Катюши я взяла агушу разную. С разными вкусами. Она очень любит. Я уже об этом говорила. 23. 23 рубля, да. Так, и макароны. Ну, в общем, макароны у нас, кстати, мы в прошлый раз мало с тобой купили, мне кажется, на закупки. И поэтому сейчас у нас подходят запасы к концу. Гальяне. Я такие видела первый раз. Здесь творог с тортов пшеницы. Мне интересно, какая это категория. Тоже группа А. Здесь 500 грамм. 43 рубля. Я сама очень люблю эти гуртушки. Так. Дальше, дальше, дальше. Дальше, паштет был по хорошей цене. Муж взял с индейкой и с укропом. Вообще, эта фирма очень классная. И паштет у них очень-очень вкусный. 29,90. Дальше, из рыбы, кстати, что-то было очень все дорогое. Но мы все равно купили в Ленте и мы купили в Метро. Смотрите, что я нашла. Рыбные котлетки. Они были на акции. Я поэтому их и взяла, если честно. Потому что, я не знаю, они и на акции. Это не очень дешевые были. Здесь 300 грамм, по-моему. 320. Морская семейка. Бухта изобилия. Они вот должны быть такие вот рыбки. Думаю, что Максик будет доволен. Они стоили 120, что-то 8 рублей, что ли. Не знаю. Так. Лимоны 2 штучки. 79,89 на 18 рублей. Чисто к чаю. Вот взяла. И не очень они красивые были, поэтому больше не стала брать. Дальше. Белорусский творог. А, ну да, наверное, вкусный творог. Я надеюсь, что это Белоруссия, по крайней мере. А, вот как и Белоруссия. Ивановская область. Это Иваново. Вот так вот. Я даже не посмотрела. 5-процентный. Нормальная цена была здесь. Сколько грамм? Сколько грамм? Сколько грамм? 400 грамм. Люблю творог, люблю сырники, люблю-люблю. Серег, ты что же хочешь? Я не успеваю просто. Ага. Творожня. Я не смог найти макароны. Какие макароны? Которые в коробочке. Это не макароны, это котлеты. Ну, котлеты. Да. 130 рублей. 130 рублей, да. Так, а творог? А творог Белоруссия 122. Ага, вот. Видишь, как хорошо. Я просто отвлекся на то, что краешки стоят 59 рублей. А, понятно. А я еще думаю, 30 рублей дешево. 30 рублей это вот замороженный. Замороженный хлеб. Это находка моего супруга. Я первый раз в жизни такое видела. Счастливый. Чабата злаковая, 140 грамм. Все, она разморозилась. Представляете, она мягкая. Пока ехали. Пока ехали, она все мягенькая, вкусненькая. Сколько она стоила? Чабата стоила... Или стоила? Чабата, мне кажется. Чабата стоила 17 рублей, а хлеб Планеты Мереталь 30. Вот такой хлеб он тоже... С луком. С луком, да. Он тоже должен быть уже вкусный, уже тоже разморозился. Я не знаю, зачем он это купил, но он захотел, господи, да? Я на работу. А, на работу ты хочешь? Ради бога. Так, дальше. Слобода лечу. Не было нашего Махеева на скидках. Взяли Слободу, но мы потом взяли Махеев метро. Не знаю, все равно я считаю, что Леча Махеев самый вкусный. Здесь по граммам 350 грамм. Так... Дальше. Слобода 49,90. Ага. Сельдь, филе, кусочки в масле с укропом 500 грамм взяли просто в холодильник. У них хорошие сроки годности. Пускай будет как-нибудь на что-нибудь пригодиться. Очень уж понравилась нам внешне эта селедка. Пускай будет. 140. Я всегда, в принципе, так и беру. И поэтому у нас в будние дни очень редко получается поехать с мужем вместе в магазин. А вот сегодня мы были вдвоем с ним. И поэтому удобнее так закупаться. Дальше. Ветчина черкизова. Очень тоже она мне понравилась внешне. Не знаю, чего. Потому что как-то я не собиралась вообще покупать колбасы. Это 299 рублей за килограмм, да, она стоила? Да. На 220... Ой. На 220. Да, 220 рублей, да. Должна быть вкусная, потому что пахнет очень вкусно. Дальше. Взяла вот два таких йогурта Simple. Это тоже эпика. Очень классный йогурт. Здесь всего 75 калорий в 100 граммах. Он очень вкусный. Мне он нравится. Кто-то говорит, что они кислые. Кто-то говорит, что они не сладкие. Я люблю такие йогурты. 40 рублей. 40 рублей штучка, да? Да. Дальше. Была... На скидках был вот этот сыр. У нас сын увидел видео, как какая-то девочка или мальчик. Не знаю, кто. Капуки-кануки или что там. Кто. Родители знают, кто это. Делает там тост. Тост. Зарячий тост. Зарячий тост. Вот с таким сыром мы решили. Он тоже захотел сделать. Ради бога. Сливочный и с грибами мы взяли. 47. 47 рублей одна упаковочка. Дальше. Опять же из нововведений, которые мы ни разу в жизни не брали. Это тоже мой супруг увидел в... В холодильнике, да, в заморозке. Рядом с хлебом. Да, рядом с хлебом. Пирог с капустой. Вот посмотрите, какая я хозяйка. У меня муж покупает пироги, чтобы я их жарила. 70 рублей это стоило. 4 пирожка. Ну ладно, так и быть. Я тоже, думаю, не буду ничего говорить. Пускай берет все, что хочет. Сметана. Сметана была выгоднее. Это в метрах, кстати. Но мы уже взяли ее в ленте. Ну как выгоднее? Там 3 рубля, что ли, разница? Да, она в метрах 51 рубля. Здесь 55. Вот, в общем, 15%. Я хотела взять на сливках, но на сливках была по какой-то бешеной цене. И что? И все, и виноград только. А, яйца еще, да. Виноград. Хороший, темный. Мне понравился. 79,99. Вот у меня на 48 рублей. Я взяла буквально две грозочки. Я боялась, что... Боялась, что не довезем. И яйца куриные, как обычно. Первая категория. Я всегда беру эти яйца. Они очень хорошие. Очень они нам нравятся. Вообще, в будние дни мы, получается, докупаем молоко, снежок, яйца. Ну, то есть, вот, яиц, конечно, нам трех десятков не хватает на месяц. Это естественно. С двумя детьми, потому что все едят. Так, ну и... 155 рублей. 155 рублей яйца, да? Да. Я, как обычно, заполталась. Ну и финалочка. Не переключайтесь. Посмотрим, что же мы купили в метро. Что касается суммы, тут, конечно, очень многое в чеке было куплено не только для нас. На 700 рублей у нас заказывала Серегина сестра. Поэтому мы заплатили за то, что я вам показала, 3000. Ну и самый необычный набор продуктов, даже для нас, насколько я привыкла к тому, что мы покупаем в метро. Мы, конечно, очень редко. Именно поэтому там хочется купить что-то такое необычное. Вообще, я туда ездила, чтобы снять коллекцию Новый год. И она выйдет сразу же после этого видео. Обязательно не пропустите. Очень много интересного там. Значит, в метро мандарины стоили 41,90. И я купила 1,6 кг на 67 рублей. В метро мандарины мне понравились намного больше. Намного больше. Я думаю, что они и вкусные, и цена, как вы понимаете, лучше. Дальше. Так, из запрещеночки. 18+, очень вредит алкоголь здоровью. Ни в коем случае никогда не пейте ля-три руля, если вдруг у вам нет 18. Тем более, это яблочный сидр. Да, Сережа очень любит сидр у нас. И хорошая была цена. На него 47, если я не ошибаюсь. Да? Так, дальше. Федеричи, кстати, как ни странно. 47,90. 47, ну, 48 почти. Федеричи были намного выгоднее в метро. Ну, как намного? Они просто там дешевле стоили. Мы, естественно, этого не знали. Но, слава богу, купили именно здесь. Их мы купили пружинки рифленые и вермишель. Вермишель вообще у них очень вкусная. И вообще эта фирма очень классная. 49,90. Да, да, они были в ленте с по-моему 58. Дальше, из того, что я купила... Знаете, в метро есть очень выгодные товары. Но их нужно купить либо от 8, либо от 3, либо от 5. Это не всегда выгодно. Но в данном случае я купила 3 товара. Потому что я очень люблю... Я очень люблю миди. И есть такой лайфхак, что... В общем, они вообще очень низкокалорийные. Но они очень часто продаются в масле. И за счет этого очень много калорий в них. Поэтому я всегда покупаю миди в рассоле. В них очень мало калорий. И они не теряют своих вкусовых качеств. Обожаю. Именно поэтому купила сразу 3. У нас в магните очень редко. Они на акциях. Прямо крайне редко. Так. Интересно, уместимся мы в стол или нет. Так. По 79, по-моему, миди. По-моему, 89, да. Дальше. Махеевский кетчуп. Чтобы не ходить за ним и не искать на него скидки, которые очень редко бывают. Купили сразу 2. 79 миди. А, 79? 79. А, потому что у нас была еще 20% скидка в метро. Персональная. Может быть, из-за этого. 79 за миди. Это вообще красота. Кетчуп лечу. 2 штучки. Дальше, дальше, дальше. По консервам. По таким. Маслины без косточки. Была акция. Только из-за этого купила и берегу. И шпроты крупные. 175 грамм. Шпроты. 95 грамм. А маслины? Маслины 77. Вообще классно. Очень дешево, если честно. И берега. Так, дальше. Антискользящая салфетка, ради которой я думала, что... Ну, как ради которой. Я думала, что мы поедем в Икею ее покупать. Я ее нашла в метро. Кто не смотрел, я купила коврики в туалет и ванну без антискользящей штуки. И я не могла ими пользоваться. Не очень дешевая вещь. Но зато я думаю, что она пригодится и будет... Я буду ее использовать. Стоила она... 143. Вот. 143 рубля. Ура. Я рада, что купила. Кетюк, махи, 34,90. А, отлично. Кофе, чай, кофе потанцуем. Кофе в зернах мы взяли. 200 грамм на пробу. Ни разу такой кофе не брали. И вообще, если честно, мы очень долго выбирали кофе в каждом из этих магазинов. Везде были какие-то бешеные цены на кофе в зернах. И самый дешевый не хочется покупать тоже. Потому что, ну, как-то не знаю. И еще. Что касается чая. Мы после ленты зашли в Макдональдс. Сережа заказал себе чай. И вот ему принесли Ричард с бергамотом. Правда, в пирамидках. Но какая разница? Очень вкусный чай. Мы попробовали с ним вдвоем. Посмотрели в ленте. Не было вообще его. Именно крупнолистового. В метро он был. И мы взяли его. Я прямо очень довольна. Мы сейчас отснимем и его заварим. Чай Ричард 87. Ага. Отлично. Сколько грамм? Кофе зерновой 124. Значит, по кофе там 250 грамм, по-моему. 200 грамм. 200 грамм. Да. А по чаю, вот на него как раз и была скидка 20%. Она прошла 90 грамм. Не знаю, выгодно это или нет, но уже очень хотелось его. Дальше была хорошая скидка на соки. Конкретно этот просто стоил 99, наверное, 90. 99, да. Фруктовый сад. А вообще на все остальные, не по красным ценникам, была скидка 40%. У них вообще скидка была на соки 40%, на корейскую косметику 40%. Много, короче, на чего, на что. И поэтому я взяла Максима, он любит у нас маленькие соки. Эти маленькие соки обошлись нам чуть ли не по 11 рублей, что-то такое. 11 рублей. Да, но это классная цена для любимого сока. Он всегда в магазинах, мне кажется, немножечко подороже. Дальше, что касается корейской косметики, вы даже не представляете, как я ее выискивала, чтобы получить эти 40%, но, как назло, они все почти убрали. У них там только была от Биаре пенка, но я не стала ее брать. Очень много всего в запасах, поэтому я взяла две маски. Значит, одна, даже не вижу, для лифтинга и антивозрастного ухода, а вторая выравнивает цвет лица, улучшение цвета. 56 каждая. 56 рублей. Изначально они стоили почти по 100. Я думаю, что это неплохая цена. Так, из такого непродуктового салфетки универсальные, Fine Life. Всегда их покупаю, там 5 штук. Они очень неплохие. Я их режу, и мне хватает их очень надолго. Люблю эти салфеточки. Дальше. Сейчас Серега скажет, сколько они стоили, а я пока скажу вам, что цены... 8 рублей? 8? А какая размер? Нет, 8 рублей это антибактериально важный. А эти нет, эти не 8, Серега, рублей точно. Они что-то, наверное, около 30-40, что-то такое должно быть. Они очень, кстати... Бискозные. Да. 29. 29. Какие дорогие везде теперь эти насадки. Боже, и в ленте, и в окей. Вроде да не такие, а по акциям, по акциям. Но, в общем, самая выгодная была именно в метро. Я взяла 149 рублей, по-моему, две насадки. Сейчас Серега скажет точно. Так, пройдемся по сладостям, которые я не покупала ни в одном, ни во втором магазине. В третьем мы сорвались с Серегой. Ну как, даем обещание, что вы эти сладости увидите в новогодних подарках. Если вы не увидите, пишите, Марина, где сладости? Сережа увидел очень классные шоколадки, которые видел... Так, ты... 149. 149, да. Которые видел в магазине чая. Магазин чая, да. В какой-то специализированный магазин чая. И там они стоили каждая шоколадка. 240. 240 рублей. Ой, а в метро они по 99 рублей. Они очень красивые. Я ничего не скажу, он меня убедил. Посмотрите здесь, как вообще круто. Как будто подпись вообще крутая, конечно. И вот мы взяли одну с миндалем, вторую с клюквой, клубникой и фисташками. И с миндалем, клюквой и фисташками. Это уже как дополнение к подарку на Новый год. Самое время поможем. Дальше. Также в новогодние подарки мы взяли 3 шоколадки. Макс Фан. Вообще я обожаю эти шоколадки. Они очень вкусные. И они перед Новым годом, блин, очень дорогие. 130 по 140. Да, 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 да. Мы взяли разные, видите, все вкусы. А сейчас 82. 82 рубля. Это идеальная цена. Такая цена, мне кажется, была года 2 на них. Дальше. Это Серега взял себе цельный фундук молочный шоколад. 50, по-моему, ты сказал. Да. И степ. Степ не знаю кому, Максику или себе? Максику, да, за 13,90. 13,90. Себе за 50, Максике за 50, ну ладно. Так, из сладостей также по вообще крайне хорошей цене мы взяли Александров. Я как-то их одно время, вот я брала их, вот, наверное, месяц назад. Я наелась ими. И сейчас взяли чисто сыну. По 20 что-то. Вообще, в метро очень классная цена на них. Ну, очень единичные товары, которые были в метро по хорошему цене. 29,90. Да, 29,90. А вообще, там сейчас очень дорого стало. Я даже не буду... Если вы мне будете говорить, Марина, это дорогой магазин, я абсолютно согласна. Дальше. Хлопья овсяные без сахара. Только хлопья и фруктов. Хлопья, которые нужно варить. Я их люблю. Ясно, солнышко. Просто моя любовь. Мне они нравятся. Опа, хлопья овсяные. 64. Да, 64 рубля. Не знаю, кстати, выгодно это или нет. Но стояла типа на скидке. Дальше. По рыбке пройдемся. Мы взяли вот такие котлеты лососевые, рыбные. Так, ну, не знаю даже, что сказать вам. Рыбный полуфабрикат. Кита, горбуша. 108 рублей. 108 рублей они получились. Здесь 300 грамм, по-моему, да, Сережа? Да, 300 грамм. И взяли еще филе... О, не филе, а фарш. Мы взяли фарш дальневосточного ментая, чтобы сделать самим. Котлеты здесь 600 грамм. 159. 159 рублей, да. Надеюсь, тоже что-то неплохая цена и что нам он понравится. Так, дальше. Из того, что мы никогда в жизни не брали и что творить с людьми, слово акция, только сегодня, только так, только Сережа увидел это. Ему сразу понадобилось, конечно же. Ну, я сама... Сережа месяц не ездил в магазин. Да, мы просто, конечно, соскучились, честно говоря. Значит, мы купили королевские дамплинги. Блин, очень захотелось, если честно, чего-то вкусненького. Сочные креветки в начинке. Это новинка их, и мы такого ни разу не видели. Здесь, кстати, калорийность, кому интересно, 100 граммах, 135 калорий. Так что, вот такая вот история. Надеюсь, что это будет очень вкусно. Готовый продукт. Тонкое и упругое тесто. Но на фотке прям классно смотришь. Смотри, а сколько они стоят? Сколько они стоят? 169 рублей. 169 рублей. Не покупаем пельмей. Но без акции они стоят 340. Да-да-да. Лучше... Это, знаете, как еще себя успокаивать. Да-да. Так, моцареллу мы взяли. На нее 12 шариков. И на нее была скидка 50%. Она обошлась нам в 50 рублей 50 копеек. Вот с такими скидочками тоже в метро очень... Ага, это прекрасно. А какой срок годности? Вот это интересно. Я так понимаю, что... Я так понимаю, что до 1-го 11-го. Отлично. Да, вообще круто. Отличненько. Вот почему эта скидка. Понятно. Ну ладно. Моцарелла у нас не залеживается. Опять же, Федеричи. Я думаю, что ее купила третья. Я купила лапшу в гнездах. Очень ее люблю. И Федеричи никогда не покупала, потому что она всегда дорогая. Тут она была, опять же, по скидке в метро. Поэтому взяла. Гнезда 79,90. Да, да, да. Классная цена. Так, ну и тоже из того, что мы просто увидели и захотели. Потому что... Потому что впереди Новый год. И хотим подать сырную тарелку на такой... Одна доска испортилась. Да, и одна доска испортилась. Мы хотим и эту доску использовать и по назначению, и подать в ней сырную тарелку на Новый год. Не знаю, как это будет смотреться. Посмотрим. Но нам понравилась. Она была на скидке. И нам показалась она интересная. Да, 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 кстати, ракетку. Она стоила, по-моему, 290. Она стоила до 100. Везет здесь. Да. И я взяла в сумку себе влажные салфетки антибактериальным эффектом. 9, вот 8 рублей. Это вот то, что... 8 рублей, да. 8 рублей. Все. А, и водичку. Водичку. Пакетики. А, пакетики и водичку, да. Водичку Калина в родник просто попить там взяли. И в машину. Что-то она стоила 10 рублей, что ли, или что. Не помню. Да? 10 рублей? 10 рублей. Ага. И я взяла 2 пакета. 23 рубля. 23 рубля каждый. Посмотрите, какие классные расцветочки. Все, у меня уже девочки. Ничего мне не говорите. У меня уже Новый год. Я готовлюсь по полной программе. В метро мы оставили 3288. Вот такая у нас сегодня была закупка. Но это очень большая для нас закупка. Если честно. Потому что мы в целом где-то укладываемся всегда в тысяч 5. Ну, там в 7. Это когда совсем голодные проедем. 8, 9, 10. Ну, в общем, получили колоссальное удовольствие, если честно. Надеюсь, что вы вместе с нами кайфанули тоже. Если можно говорить такое слово на моем канале. Спасибо вам большое за просмотр. А мы начинаем есть. А мы начинаем раскладывать это все. Все, пока-пока.